он мне больше нравится смотрим кто отдыхает на пляже вот ги муравейничка по левую руку по этим мазкам юберос это скамеечку почему-то только девушки сидят у этого беларуси пока нет зачем дорогу испортили но вспотел небось даже сгорел на старт внимание марш что выберем велик какие желтенькие прокатные лучше берем этот черно-желтый он мне больше нравится хотя бы потому что он мой едем вокруг водохранилище дрозды сегодня смотрим кто отдыхает на пляже что вообще выходной день можно делать черте города минска самую жару выехал признаюсь без бананки но с большим любопытством в районе тростов припарковаться уже никаких шансов нет вообще техническим даже около технического доема люди начали раскладываться значит около дроздов совсем тяжело на пляже номер два аншлаг тут кстати есть лежаки и но свободных конечно нет такие дни подальше от пляжа уже на свободней тенек нужно прогуляться просто посидеть на скамеечке как эта девушка это видимо на шашлыки сейчас подъедем к дамбе там обычно хулиганит подростки прыгают с крыши нет экстремалов сегодня нет видимо испугались осьминогов и кальмаров вообще тут бывало погибали даже люди написано опасно запрещено нырять но прыгают адреналин а сейчас смотрите обратите внимание из лесу выезжает мусоровоз как налажена служба подбирают мусор на пляже не убрали почему-то нужно на обратной стороне здесь райские места для рыбаков шашлычников и велосипедистов а бегуны еще сюда забегают иногда тут тоже есть пляж такой интересный там всегда много людей в воде мелко и песочек вот там этот пляж детишек там много все-таки пришлось спешиться не выгребли из песка моих тонких колесах вот в тенечке жара 12 градусов 12 часов видимо градусов больше тридцати солнечный удар вот поэтому в тенечке можно кататься а вот тут ужиков можно встретить иногда я встречал недавно покопаем своих архивах и покажу вам это видео с ужиком ужик а ужик ты куда слегка заболоченная местность сейчас мы поднимаемся вверх в горку уже песочек опять как вы видите астория ресторан астория риверсайт лебяжий и аквапарк вот видите аквапарк здесь у нас горловина водохранилища грозды вот дальше будет снова большое водное пространство мы переберемся он тут берег правда мост ремонтирует видимо велопрогулка будет с препятствиями попытаемся как-то тут можно здорово подкачать мышцы если одной рукой снимать а второй тащить велосипед вот по этим мосткам я так понимаю специально ухо сделанным для перехода юбберс это бег с препятствиями ладно вот так короче тут и без велика можно навернуться как-то мы с великом сумели некому снять со стороны был бы интересный кадр как я там по этим мазкам с великом корячился вообще могли бы как-то предусмотреть ну что теперь уже с этой стороны проезжаем под мостом на голову ничего не упадет вроде нет и посмотрим что же там на второй половине водохранилище дрозды думаю пора неждановичи все-таки акваде и вот там есть парковка около около клап дрозды вот аж на кольцевую выходят машины поскольку это рядом с пляжем пляж номер 5 тоже оживленно тут камыши купаться неудобно поэтому меньше людей а вот там впереди я вижу мрак 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 вот ги муравейничка после пляжа номер два муравейник номер пять ну пляж номер два пляж номер пять снова выезжаем в теневую зону здесь уже велосипедисты опять в основном правда будет впереди еще шашлычный двор интересно жару там много желающих выпить закусить немного людей в кафе этом бывал несколько раз вот эти стекла крыша какая-то пластиковая создают не очень комфортно атмосферу жарко душно как в бане поэтому лучше покатаемся девушки гуляют красота теперь объясню почему поехал по этому берегу здесь такая уютная хорошая дорожка кваканье лягушек веселит с обратной стороны санатории там санаторий по моему белорусочка там территория закрыта можно проехать конечно часть береговой полосы потом свернуть в жданович и 6 там есть музей василя быкова у него там была дача и просто иногда люди ходят и смотрят какие красивые домики и под минска вот здесь в тени кажется пофиг что плюс 30 там или плюс 40 можно кататься и даже не вспотеть напротив санатория белорусочка новинка сезона по крайней мере я раньше не замечал какой-то пригламуренный пляж тут же кафе для велосипедистов значит нельзя не заехать так расскажите что это новое кафе да что у вас какой там ассортимент что можно как называется паровые метроли с метроли мало теста получается начинки очень много очень сытные вкусные а чем они на пару они полезны с чем они 8 есть курочкой и на говядина есть но тесто какое тут шла аналог какой-то если у этого беларусь пока нет мороженое 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 ванильное шкала давайте не мороженое интересно это кафе друзьям ресторан друзья иметь какое-то отношение или нет дорогу засыпали песком раньше была обычная чтобы создать атмосферу пляжа а где велосипедистов создать лишнюю головную боль пляж номер 8 он популярная . где вкусные бургеры делают там очередь всегда небольшая правда вот еще с моста решил сделать один план показать этот пляж номер восемь детишек много спасатели вот обратная сторона там впереди водопады заканчивается водохранилище дрозды начинается водохранилище крыница а потом минское море туда мы уже не поедем сегодня вернемся назад часть пути едем по старой дорожке и часть по вело дорожки если у меня батарея не сядет батареи уже на исходе я уж не буду комментировать проезд по этой дорожке в обратную сторону все понятно да многие велосипедисты в тенек и сейчас мы выйдем снова к мосту через который я пробирался с риском для жизни и там около аквапарка выйдем на велодорожку ну все поехали так снова подъезжаем к мосту на минской кольцевой я там вижу девушки пытаются пробраться через мост прямо на велодорожке не поедем потому что на велодорожке что велосипедисты ничего интересного мы смотрим как отдыхают ненчане и гости города на берегах водохранилище дрозды поедем по береговой линии это вейкборд такой популярный вид видеть какой трюк совершил давай прыгай вот такой парк что-то не вижу что там была какая движуха на открытых горках раз поближе еще подъедем а нет вернее есть жизнь в аквапарке там детишки веселятся на этом пиратском корабле прокат снаряжение для бейкбордистов что-то волейболистов сегодня нет а мы подъедем еще к кафе или ресторан астория риверсайд вот там не купаются там люди просто отдыхают пьют кофе дни рождения отмечают свадьбы иногда аква минск синема это я так понимаю просто для прикола инсталляция так мало здесь людей мало все на пляже вот там все оттуда мы начинали видеть далеки этот пляж желтый песочек и огромное количество людей через асторию выезжаем на велодорожку пусто на велодорожке вот вечером если вечером выехать тут будут сотни тоже с велосипедистов а в жару жару конечно случайные ну кое-кто загорает и на газоне вдоль проспекта победители это тоже водохранилище дрозды еще раз напоминаю вокруг него мы сегодня едем по крайней мере здесь социальную дистанцию можно соблюсти но меньше шансов познакомиться беленькие тела шкварчат на солнышке пора завершать нашу кругосветку развлекательно познавательную местами инспекционную вокруг озера дрозды водохранилище дрозды объехали посмотрели как люди отдыхают вспотел небось даже сгорел всем хороших выходных следующих последующих и помните хорошо там где мы есть